Я даже рад тебя увидеть и поговорить, и даже то, что ты так улыбаешься, мне это тоже очень приятно. Обычно ты так строго командир, я уже, думаю, сразу же в стойку смирно становлюсь. Сейчас вот так вот такой приятный диалог идет. Так, я хочу задать несколько вопросов. Ты их отвечаешь только в простоте, как вот ты знаешь. Ты иногда просто несколькими предложениями отвечаешь, потому что у меня тема такая, она к одному подойдет. Все в тему будет ищи. Первое. Ты знаешь, что есть люди, которые переходят из православия в мусульманство. А из мусульманства в православие. Куда больше поток идет? Где больше переходят православие к мусульманам или мусульмане к православным? По твоему разумению. Ну, мне кажется, мусульмане переходят больше в православную. А если православные переходят к мусульманам, это чисто из корыстных соображений и соображений страха. Я, значит, у нас была такая история, расскажу. Значит, мы сказали, вот, говорит, какой-то батюшка в больнице лежит, говорит, иди на ум, проверь его. Я посмотрел, да, оказывается, священник без ног. И вот он, ну, значит, и вот я говорю, как, что, ведь я, говорит, этими ногами ходил, говорит, туда, куда не нужно. А сейчас я к Богу пришел. Ну, а там рядом в больнице, значит, не было мест, коридор был. И там, значит, мусульманин, у него мать. И как он за ней ухаживал, это только пример здесь. Это же все, она же лежачая, была больная, молодой сын здесь. Ну, я ему рассказал о Христе. Говорит, ты же христианин. Нет, говорит, я мусульманин здесь. Ну, вот, здесь рассказал ему, что, ну, о нашей вере православной, что по делам человека, что, значит, это пятая заповедь, почитай отца и мать. Ну, и Христос есть Спаситель, дает жизнь вечную, Царство Небесное. Ты с такими добрыми делами, значит, у тебя уже, ну, большая перспектива быть на небесах. Поэтому здесь вот это доброе дело, ты, значит, со Христом сделай. Ну, в общем, мы долго с ним беседовали. И он тогда мне задал вопрос, говорит, а можно буду, я, говорит, и христианином, и мусульманином здесь? Да, ну, вот я ему ответил, ты разберись в своей вере и почитай Евангелие. Мы там какие-то брошюрки ему дали, да, но дальше я историю уже дальше его не знаю. Но он очень расположен был к нам, вот, хотя бы мусульманин. Он учитель был, грамотный, с ним интересно было говорить. Так, второй вопрос, который касается вашей Грузии. А попутно сразу скажи, как тебе это известно, видено во всем мире? Что больше переходит в сектанты, в разные, там, еретики, там, баптисты, другие? Или оттуда больше переходит в православие? Какой поток больше? Да, ну, значит, я уже по опыту знаю, где православные идут миссию, евангелизацию. И не только богослужения здесь у них, а именно разъясняются. Там есть исповедники, которые могут побеседовать. Есть катахизаторы, которые там, предверники, которые беседуют. Вот, значит, у таких, многие сектанты, значит, приходят в православие. А где батюшка там отслужил? Здесь, да, ну, и вот, как говорится, любите друг друга, Бог есть в любови. Ну, вот, здесь дружно живите. Ну, вот, так и все. Где нет учебных программ, нет работы с молодежью, там, конечно, здесь сектанты их там ловят, раскрывают им Евангелие, которое у нас уже раскрыто, и которое, как говорится, там за семи печатями. Тогда, естественно, к ним переходят. Но потом, когда узнают, то они, конечно, становятся православными. Но в крайних сектах, как иеговисты, они там под страхом держат. Вот, я это встречаюсь, они там с ними серьезно беседуются, значит, потом с ними не здороваются, там прямо сотни проклятий на них, вот, из-за своей секты. Вот здесь вот так вот. Ну, у нас, значит, есть случаи и в одну, и в другую сторону. Но мало, мало здесь. Так, вопрос следующий. Допустим, мы пока просто рассуждаем. Ну, конечно. Рассуждаем. Допустим, у вас хорошее знакомство с патриархом вашим, Ильею. Да. Допустим, если бы Господь позволил, были епископы, и вот так бы собрались и стали говорить. Вот слова Иоанна Златоуста можно взять было. Он говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о, священник, тебе не хватит всей жизни, чтобы рассчитаться за нее, ибо за нее умер Христос. И вот мы, когда беседуем с православными, которые ушли там в разные секты, как они называют, динаминации конфессии, это ересь, одно слово. И что бы мы могли сделать, и, ну, на этом уровне, как и перископы, собором, убрать у нас, у православных, не навязывать им это, то, что им мешает прийти в православие. Может быть, это можно объединить вместе с мусульманами, что больше всего им служит препятствием прийти в православие. По твоему мнению? Да, да, да. Ну, как ты мне сказал, патриарх у нас в Грузии, я вспомнил нашу встречу с святейшим патриархом Ильей. Там был, как это было, еще там ребята были с тобой. Да, да. Здесь, да. Да. Я помню, как он нас принял здесь, да. И опять мы, кажется, ты говорил свои темы о миссии евангелизации. Вот я думаю, что патриарх это очень хорошо усвоил. Не нашу, у него в этом было уже. Поэтому он, значит, наш патриарх, он благословляет священников, говорит, проповедуйте, стройте полные купели. Здесь сейчас, да, служите, учите. Поэтому здесь, вот, когда епископ, значит, подбирает себе священников, не подбирает, он же берет молодых здесь ревностных и их обучается здесь, то, татадам, конечно, приход, значит, они или возвращаются, или никогда не уходятся. Это очень важно. Вот, допустим, здесь я пришел в православие, когда я прочитал Библию. Я про Новый Завет здесь, я, значит, уже брошюры прочитал. И, значит, когда я пришел в церковь, я думаю, я все это знаю. Вот, допустим, я каждые четыре года служил псаломщиком. И, значит, воскресная служба. И как прославляется вообще воскресный Христос через богослужение. Да, это, конечно, ты нигде не встретишь. Или Великий Пост, значит, этот, значит, крестовый, путь на Голгофу Христа. Здесь так подробно, так это глубоко разбирается, когда ты это читаешь и переживаешь. Но язык непонятный. И если ты этого не знаешь, ты просто стоишь. И вот когда эта служба, особенно в пост там 3-4, бывают по 6 часов службы, да, конечно, человек устает. И многие из-за этого соблазняются. Значит, там ты посидишь, там мы послушаем Слово Божие. Поэтому здесь, я думаю, что главная причина здесь, что нарушена методика обучения от простого к сложному. Значит, не зная Писания, они дают уже младенцам, которые, новорожденным младенцам, возлюбите чистое словесное молоко. Здесь они дают твёрдую пищу, богослужение. Сразу же в Псалтире, не зная немножко Ветхого Завета, вообще это не читается. И не зная основ священного Писания, вот такую твёрдую пищу, многочасовую службу. Поэтому, конечно, здесь люди становятся монахами, получают должности, аж и Мадриды здесь, да. Но вот звание есть, а служение, которое он носит, звание, этого нету. Поэтому здесь нужно методику изменить. Нет, не изменить, просто наладить. Значит, здесь начать изучать священное Писание. Вот я видел священников, которые облегчённая совсем служба была, но глубоко они изучали Евангелие. А потом они уже, по мере возраста, они уже, и служба у них была, уже во всей полноте была. Поэтому здесь вот методика надо от простого к сложному. Значит, здесь я читал Игнатия Бенчанинова. Здесь у него аскетические опыты. И первое у него, значит, это служение, говорит, изучайте Слово Божие, изучай Евангелие, научись и исполняй заповеди по Евангелию, и тогда спасёшься. Потом здесь у него есть, там, и тогда изучи, пойми, что такое, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за Мною. Он глубоко открывает. Потом он говорит о рождении свыше. Здесь вот это, это в первой главе. Здесь, как-то, иди за Христом. Вот так вот. Как пойти за Христом здесь? Дальше. Ну, вот такие главы, специально, как читать Евангелие. Вот это он, он начинает свою проповедь. Вот это монахам, значит, мирянам. Но это всем касается. Тогда, конечно, здесь, вот если правильная методика, то это будет очень хорошо. Я встречал здесь, ну, вот где мы живем. Ну, многие, некоторые ребята уже пришли, говорит, его там монахам собираются постричь. И я спрашиваю, а ты Евангелие читаешь? Он на меня смотрит, да? Он толком не знает, что такое. А, говорит, это надо сахареба. Значит, вот так вот, значит, вот такое выражение, да? И вот абсолютно он не знает. Говорит, но я читаю, поста на грузинский, читаю. Вот здесь, а он у такого известного служителя служит. Вот, конечно, вот он такой молодой, не зная писания, и вот научившись читать там богослужения, да, вот он, как говорится, и слепой, и глухой. Тогда еще он учит других потом придется. Я уточнить хочу, вопрос вот чем. От чего, конечно, от службы мы отказаться не можем. Да. Ну, как-то все это надо учитывать, то, что вы сказали. От чего мы бы могли отказаться сегодня, что не является выходящим из священного писания, там уже непоколебимо. А вот то, что препятствует им прийти, прийти, они уже принимают, все слушают, но вот это вот у вас, вот это, у меня есть свои наработки, я хотел бы от вас услышать. И вот если бы мы сидели среди епископов, и такой разговор зашел, чтобы мы могли сказать, вы как-то обсудите, ну, можем мы это приходящим из сегтантов не ставить в обязательство. В обязательство. Допустим, вот был такой епископ Михаил Семенов, фамилия его, это был экстраординарный профессор Санкт-Петербургской академии, и он перешел к старобрядцам. О! Он перешел, но это до революции было, он в 10-м году погиб. Вот. Очень талантливый был. И вот его сразу же старобрядцы буквально в тиски взяли. Приходящим отсюда из новообрядческой церкви, от Никоньян, как говорят они, он не требовал у них сложения троеперстное. Как вы научены, ну, старобрядцы двумя персами показывают крест, а они тремя. Вот. Он не требовал, старобрядцы никак от этого не могли, никак. Его довели до сумасшествия буквально. Он говорит, люди новые приходят, они понимают, хотят чистоты веры, они нашли. Но это у них с детства приучены, троица, богочеловечество, что другому противоречит-то? Ну, вот такие мелочи там, пишут с двумя или с одной, ну, можно от этого отказаться-то. Это же не догматика никакая, ну, ты так привык, ну, и пиши. Главное, это, мы же знаем, что это такое, в главном, говорит, единство, в главном, а главное, это знание Слова Божия, быть Вадимом Духом Божиим, слышать голос Божий с совестью, сердцем, о чем Симеон Новый Богослов постоянно говорит. Но если этого нет, можно ходить, исполнять, от А до Я выполнять, а внутри-то холод, а огня любви-то нету. Я вот про это хочу ваше мнение узнать. Что бы вы сказали? От чего мы могли бы отказаться без ущерба для нашей веры? Обязательно ли приходящим из сектантов, а это большие группы есть, которые уже согласны были бы. Можем мы отказаться, я не считаю возможным, защищать Успенский пост, там, Петров, Великий пост, Среда Пятницы, это 49-е правило апостольское, это тут уже нельзя прикоснуться-то, не 49-е, там 50-е, кажется, вот, а 69-е. А вот то, ну, что после пришло-то, все эти праздники, там, покрова, ведение-то, но оно не является библейским, евангельским, и пришло уже спустя 5-6 столетий, ну, да, это уже спасались, православия даже не было этого. И вот так бы обсудить, и вот увидеть то, что мы строим, уже как Григорий Петров говорил, строим не царство Божие, а царство попов и монахов. И вместо храма Христа Спасителя, сказать, там тогда другой храм был, столько пристроек, что самого храма-то не видать уже, мы уже не знаем, что и делаем-то. Я вот такой вопрос ставлю. Пожалуйста. Да, да. Ну, здесь, видишь, здесь есть, ну, вот, две основные группы. А одно за то, чтобы людям, значит, научить вере и благочестию и привести ко Христу. Вот я читал «Невидимая брань». Значит, здесь, вот это прямо первая глава, значит, здесь единение со Христом. Здесь и цель священника, вот это Антони Суровский, здесь у него есть работа, или она в интернете, «Берегите, братья мои священники». Значит, значит, главную цель, говорит, привести ко Христу. А все это средства, там, посты, молитва, вот это, здесь колено преклоненные, там, многочасовые молитвы, да, это все средства. Вот здесь вот, я когда был на стене плачем, там они вот это, в этих шляпах, эти стоят, часами они вот так вот здесь, вот, и они очень ортодоксы, они на йоту не подвинутся. Так и здесь есть свои, как говорится, закостенелые, как это вот библейское выражение, здесь это принято, здесь, что он, ну, заморозились, они в этом, они считают в этом православие. Да. здесь только, понимая, да, и есть, если епископы взять, то одни есть, как их назвать, радикалы, а другие есть, вот, именно, евангелисты, потому что цель еписк, сейчас нужна вот такой апостол, как Нино, которая благовестовала, Христа распятого, воскресшего, и вот, когда это там, она поднялась на, значит, на гору, здесь, Жваре, у нас на горе Жваре, значит, и там, этот Михаил Юрьевич, Ермон, там, там, где сливаются, шумят, обнявшись, будто, две сестры, свои арабы и куры, был монастырь, и вот там сейчас этот монастырь, она с крестом там встала, и начала молиться, когда они поклонялись там внизу, был идол Армазий, и тогда это разрушил этот идол, и она с крестом начала проповедь, о Христе распятом и воскрешен, здесь вот, здесь кто разрушил вашего идола, ну, и тогда, конечно, вся Грузия приняла, здесь, эту веру, а если вот так вот сделать закон, сделать правило, это будет раскол, это будет война, здесь, вот я пример приведу, я же служил сначала, меня Патриарх в Армению послал, там был наш православный храм, значит, здесь, ну, и вот там тогда была регистрация, это я, это там деревня была, я поехал в Ереван, здесь, ну, и я встретился с молодежью, и у них, значит, было, ну, так, библейское собрание, они все кармянской апостольской церкви принадлежат, но это евангелисты, это они проповедники, у них, значит, здесь, ну, очень сведущие, и во всех делах, таких христианских были, я спросил, а почему вы монофизиты? Они говорят, нет, мы не монофизиты, мы, мы не монофизиты, мы, значит, здесь признаем две природы Иисуса Христа, а почему тогда вы не приходите, давайте вместе служить, да, да, почему ваши епископы не приходят, говорит, если у нас мы это сделаем, у нас будет, у нас будет большой раскол в церкви, потому что одни будут, как грецы будут сейчас, на новостильники, на старостильники, вот где мы, где ты приезжал, когда к нам, вот это у нас молитвенный дом, который благословил патриарх богослужения, мы уже 23 года там служим, сейчас уже строим храм, мы уже крышу покрыли, здесь внутри двери ставим, ну, сейчас штукатурить собираемся, да, и вот там, значит, вот, ну, там мы стараемся наладить эту христианскую жизнь, поэтому здесь, чтобы не было раскола, да, и вот у нас много греков жило раньше, они уехали, и вот сейчас, когда они приезжают, они говорят, вы только Рождество празднуете, у нас уже Рождество было, они только узнали, что они там и старостильники, и новостильники, там большой раскол, и когда я был в Артинах, я вышел, они так меня приняли хорошо, ну, просто прекрасно приняли, и вот потом я выхожу, с одной стороны одна группа, с другой, другая, я говорю, что это такое, это старостильники, и новостильники, они, значит, друг друга кушают у нас здесь, это же, и, и одна и та же служба, одна все, здесь, потому что, вот так вот, у нас даже есть радикалы, такие, которые, значит, в Грузии же никогда не было, старообряться, но у нас один был, он писатель был, Иван Кочарава, кажется, вот его фамилия была, я его знал у нас, он книжки у меня брал, да, мы же даже дружили с ним, он поехал в Белокреницы, и там это принял, это, значит, старообрядческую веру, они назначили священником, он стал здесь епископом, и здесь они церковь большую построили, у них уже здесь несколько церквей, и вот они говорят, мы же самые-самые, только за обряд, только за двесюбетный, вот все, что ты говорил, это же в Грузии никогда не было, но же Нину принесла веру святую, наши отцы, там, здесь же такая история Грузии, это не история там революционеров, коммунистов, как вот в России, это история христиан, всех верующих царах, христиан, мученик или исповедник веры, так что здесь, понимаешь, здесь вот, а почему это иеговисты, ему покажут в Писании, он здесь нет, а он нет, я ему говорю, что Христос, три свидетельствуют на небе, Отец, Сын и Дух Святой, там, значит, это 1 Иоанна, 5,7, они говорят, а у них три свидетеля, какие три свидетеля, вы отца и сына, Духа Святого выбросили, нет, это мы не изменили Писание, вот, говори, ну, все, ну, тогда надо оставиться, только молиться, здесь, я говорю, вот мне нужны такие люди, проповедники, приходите, учите, что вы здесь, да, на улицах у нас стоят, значит, расставляют свои плакаты, здесь, ну, раньше мимо церкви ходили, но сейчас они уже, мы тоже для своих поставили, они уже возле церкви не ходят, ну, вот, так что, эту войну с епископами, нет, здесь надо подготовить, если есть какая-то лояльная, значит, согласная обучать, и вот здесь же, это же было такое движение, начало в России, там, проповедники, и миссия, евангелизация, только это же, надо не травить, друг к другу, надо дать им нормальную программу, просто евангелие дать, тогда это да, а старых, о которых заквасился, только надо молиться, чтобы его Бог разумел, здесь, я, допустим, с батюшками вообще не могу воевать, здесь он как начнет, там, вот, да, ну, вот, даже один батюшка мне говорит, ты, говорит, это, Игнатия Лапкина, говорит, я тебя смотрел, и вот он мне, начал я говорить, да, ну, вот, я ему рассказал, что, говорит, 40 лет меня отец окормляет, ты посмотри, какие проповеди евангельские, здесь, да, почему ты здесь, а что ты говоришь, не, ты видишь, ты видишь, благодаря этому, мы же, какой-то приход, ни на чем не было вообще в этом районе церкви, а сейчас, мне сейчас уже две церкви строятся, ну, в общем, это, я бы войну, значит, постановление, видишь, патриарши он тоже делает, да, они все равно по-своему, они уже, здесь, не знаю, или менять надо, здесь, тогда опять война будет, здесь, да, как, как наш этот, Саакашвили, кто не угоден, он тогда в тюрьму сажал, кто там бизнесмен, у него деньги отбирал, здесь, и вообще там, что он в тюрьме, что они там делали, это же ужасно, народ, его очень, был оскорблен, весь народ поднялся против него, но те, которые он, значит, здесь, который с должностей снял, значит, ну, которые, милиционеры и другие, да, ну, они восстали против него, а сейчас его люди, которые сняли, уже новая власть, они уже против, здесь свои козни делают, но их все, все меньше и меньше, так что, вот, вот такое мое мнение, значит, законами, здесь не сделаешь, а вот как ты сеял, и сей, и не надо на них даже время тратить, здесь, вот, по делам время покажет, я сразу же ухожу, не спорю, а кто человек, сразу же свидетельствую, я ни одного человека не прохожу, чтобы не сказать ему, ни какую-то книжечку дать, ни что-то о семье сказать, там, о детях, ну, уже, как, 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 как дело показывает, здесь, так, сейчас вопрос, я сейчас, сейчас спрошу, как твои ребята-то там? Ну, мои ребята, да, ну, значит, я их с детства учил, я, мы читали, вот, читали Слово Божие, ночью, вечером, на ночь, я, жития святых, особенно старших, вот этот Борис, который был, Михаил, Ливан, здесь, да, вот, было, да, ну, понимаешь, здесь, ну, были искушения, значит, здесь, значит, ну, как в семье, бывают, как два капитана, один, один капитан говорит, давайте, читайте Библию, изучайте, а другой, нет, надо светски учиться, ну, вот, здесь, да, ну, вот, я время назначил, допустим, до пяти часов, значит, вот, значит, учите, значит, школьные уроки, а после пяти, я их на город пойду, я с ним почитаю, ну, я все, детьми вводил все время в церковь, они, они приходят, и сейчас, да, это песнопение знают, и все такое, да, и вот здесь, ну, потом, все время, вот, такие, к сожалению, у меня не было той мудрости, и того смирения, и я вот хотел это приказами сделать, просто надо было делать свое дело, да, вот, поэтому они с нервами иногда не справляются, взяли себе, ну, вот, почти, все уже женились, сыновья, дочка недавно вышла замуж, здесь, да, ну, взяли невестки, маловерующие, такие, да, ну, которые знают свои права, здесь, ну, так, они живут мирно, так, можно сказать, по-христиански, да, это, это слабый уровень, а по-мирски это, о, это хорошая семья, здесь, да, и вот детей они своих, вот это, что я учил, они очень мало учат, здесь пошли, там, Миша, вот, который, здесь, ну, диалог такой, вел с вами, помнишь, да, 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 Миша, да, и вот здесь, понимаешь, он, да, такой темпераментный, да, и он умный, у него такие мысли хорошие, здесь, он и рисует хорошо, иконы рисует, здесь, да, ну, вот он попал к монаху, там монах руководит, ездит в монастырь, туда, ну, вот, там они, значит, ну, вот, богослужение у него красивое, они там угощение делают, там, общение, да, но то, что он, фундамент, который был здесь, да, он, ну, был слабый фундамент, поэтому, наверное, и вот здесь, ну, стоит он, они исповедуются, причащаются, все это, да, даже Боля пострадал за Христа, здесь он приехал в гости, да, и там они где-то были в кахетии, и они его выпьем, и он немножко пьяный, пришел там на базар, в Телави, в Телави, ну, ну, и там его висты были, ну, и он с ними, там, что-то здесь, да, и они начали уходить отсюда, ну, а он же немножко выпил, да, и он начал грубить, и этот стенд им поломал, они пожаловались в милицию, значит, ну, его арестовали, значит, ему надо выезжать, его не пустили, жена выезжает, и вот он, да, так вот он здесь, но он нет, говорит, я не жалею, что я, я им правильно сделал, вот, вот такие, это рассуждение. Нина, Нина-то как-то не болеет, ничего? Ну, по возрасту уже, здесь она, по возрасту уже, есть какие-то болезни, да, ну, слава Богу, да, ну, у него характер, у грузинки, характер, здесь, значит, характер батюшки, то мне надо быть послушником, два капитана, на одном корабле. Ну, она маленько ко мне-то помягче, можно ей хоть привет-то передать? Да, можно, а каждая, Нина! Она ушла, Ну, ладно, отец, пускай. Она ушла. Ушла. Она, это было, ну, значит, она работает, здесь она, по медицине работает, как здесь, да, ну, там, значит, она освоила, у нее память хорошая, здесь она, молодцы, хорошо немецкий язык знала, и вообще память хорошая, и поэтому у Бори, у детей память хорошая, вот не у меня, как, значит, допустим, Боря у нас на трех языках, говорит, это, здесь совершенствие. Ну, а у вас как с медом-то? Меду много набрали? А, меду много, но здесь у нас, значит, Грузия, надо выезжать, там, в Гори, горные районы, или там, значит, ближе к Черноморскому побережью, Калхидская низменность, там ранний мед, там уже, здесь майя, майя собирают мед, здесь уже майя, и, значит, младший сын мой очень хорошо, он там, ну, нормально, и машина у него хорошая, и все, а Миша, это средний, значит, ну, они, братья, они спорят, говорит, я же старший, да, А у Ливана, он, значит, у него, ну, как-то лучше получается, он знает, где выставить, куда это поехать, здесь, он советуется, здесь, он с такими профессиональными пчеловодами, да, а Миша у него все время очень мало, и они разошлись, один брат в одно место едет, да, этот, значит, едет как эти, а тот, где едет нам, ближе к морю, где теплее, где ранний мед, так, отец, я попрошу тебя маленькое дело сделать, передай своим прихожанам, от меня низкий поклон, когда мы ехали в Турцию, от вас, как они не готовились, и как они нам все на дорогу сразу подали, по сей день не могу понять, откуда они еще взяли, лаваш, сыр, помидоры, как будто они нас ждали, как это так получилось, даже объяснить не могу, да, у нас гостеприимные люди, ты видишь, хорошее слово сказал, здесь, да, вот, ну там, да, вот еще интересный вопрос, вот, насчет крещения, полным погружением, да, кажется, ты затронул эту тему, и они ко мне обратились, я говорю, вам нужно сначала, здесь, родиться свыше, изучить Писание, потому что вы форму соблюдите, а у вас содержания не будет, тогда будем говорить на эту тему, поэтому, что если ты еще не умер, там, гневливый, раздражительный, если ты там с мужем, или с детьми, не занимаешься, так что, здесь, это тебе не поможет, плохо, а кресте мы только полным погружением, да, здесь, у нас, сейчас мы будем строить, будет купель, для полного погружения, здесь, но у нас есть, я, большой храм, на Самеба, ну, это там уже, такой громадный храм, и здесь грузинский стиль, ты маленько не наклоняйся, а то у тебя сильно светит лоб, вот так, о, на этом, тут сиди, вот так, а то оно тебя освещает, и одно белое пятно получается, вот так, все, не наклоняйся вперед, это свет какой-то, так, ладно, ко мне вопросы какие-то есть? Да, ну, вот, здесь я только на благодарность, да, здесь, вот так вот, а тот, который был тогда, который как диаконом-то был-то, священником стал? Он священник на приходе. Поклон передай ему, поклон передай. Отец Гурам. Гурам, да. Отец Гурам, да, ну, он евангелист, он много трудится, даже в темно ходит, он, так, он по телевидению выступает, вот с проповедями, это, это, все нормально. Так, еще вопрос, вопрос еще, не наклоняйся сюда, назад маленько, чтобы свет не падал. Вот вы там тогда громили этих, садомитов-то, больше они не вылазят у вас? Да, ну, уже тихо, тихо, они где-то по ноткам сидят, и уже, уже власть, когда это, они их нейтрализуют, чтобы не было такого. но, но здесь, к сожалению, они приняли закон, значит, ну, закон, который патриарх был против, и все, да, значит, сейчас, значит, в нашей, здесь, думе, значит, принимается закон, что уже, конкретно, что брак, это союз мужчины и женщины, здесь, вот, чтобы они не, не искажали эту статью, ну, и здесь уравнять их, как-то был, я вот не могу уже, не помню, сформулировать, как бы, каждый человек имеет, свободен, имеет, значит, свои права, вот, они узаконили, вот это, здесь, ну, вы их тогда хорошо угостили, то их долго не было, да, да, сейчас уже, это прекратилось, у меня, знаешь, отец, еще есть предложение, когда, вот, здесь они, я послушал, вот, здесь они, ребята, разбирают, читают, Новый Завет, значит, истолкованиями, и так делятся своим мнением, да, это, это очень хорошо, да, но, вот, по опыту, я, вот, здесь, уже, много лет, здесь уже делаю, значит, изучать Священное Писание, да, нужно, конечно, по такой методике, которую вы читаете, да, но, каждое воскресенье, здесь читается воскресное Евангелие, здесь, вот, через эти, значит, через эти темы, вот, здесь обязательно, это воскресенье, каждый посвящать, разбору этому Евангелию, потому что там много пропов, но это фундамент, вот здесь, вот, допустим, в это воскресенье, был этот человек, который собрал богатый урожай на поле, говорит, душа, ешь, перевелись, и есть, много добра у тебя, значит, а здесь, там, допустим, Николай Севского, посмотрел проповедь на эту тему, говорит, здесь, говорит, он вор, он украл, у бога, украл бога, здесь, то, что ему дал, он приписал себе, не кради, и он так раскрыл эту тему, понимаешь, здесь вот они посмотрят отцов, учителей, и, понимаешь, и все слушают, и все видят, какие они, поэтому, вот это самые яркие темы, потому что, когда подряд читаешь, понимаешь, там много таких, ну, там все, а в такой небольшой, ты только можешь, надо главное выделить, вот у меня к ним предложение, чтобы вот это воскресные евангельские чтения, апостольские и евангельские чтения, ну, и еще там актуальные темы, вот как ты предложил, вот сейчас, да, вот о православной вере, здесь диалог, как сделать, вот, очень хорошо, здесь есть же миссионеры, которые, ну, есть опыт здесь. Ну, а как Мамо Басилий-то, где он там? А, Мама Василий, а он по-прежнему так. Ну, значит, он долго собирал, у него большой храм, большой, и он был просто блоками, а сейчас он облицевал его, тоже это дорогостоящее дело, красивым камнем там, здесь сделал, да, и вот, значит, раньше уже, ну, давно я заходил, у него фотографии были, как милиция, этот, ну, это, пробивалось к нему, и все это, как его хотели взять, да, да, эти фотографии у него до сегодняшнего дня висят. Ну, ладно, еще вопрос, вот вы знаете, конечно, что ваш бывший президент, или как его называли у вас, Акашвили Михаил-то, он был в Адессе, мэром города, а теперь-то он там что-то не поладил, с Порошенко ушел, он обратно к вам не просится? Нет, его не возьмут, его сказали, он приедет, сразу арестуют, и народ его не хочет, не хочет в основном, вот же сейчас были выборы парламент, да, их, это партия, значит, где-то 23%, или 27%, вот так вот, а здесь партия-то Иванычвили, ну, вот эта центральная партия, здесь где-то около 50 было здесь, но у нас больше 40 партий, и каждый, не могут наладить здесь, вот, к сожалению, вот так вот, каждый, как у одного, значит, ну, был опрос в Грузии, здесь, кого вы хотите назначить президентом, ну, назначили бы, вот журналист опрашивает, да, ну, и вот один говорит, это, конечно, я могу так обыть, ну, в общем, здесь, понимаешь, если, вот, это тема церковь и государство, если бы это было, значит, вот такая, подожди-ка, маленькая, подожди-ка, подожди-ка, говори, вот так, так, ну, ладно, отец, я прощаться будем, давай, спаси Христос, да, спаси, спаси Господи, благодарю отец, все, все, я узнал, что хотел узнать, интересно, в Испании было, когда там король-то умер, ну, а у них такое правило, чтобы претендент, который хочет на его место, то у него должно быть четыре высших образования, одна военная академия, ну, и кто узнали, когда, решили в народе узнать, сколько человек хотели бы стать президентом, то они думают, такая трудная должность, там быть королем-то, 450 тысяч заявили претензии, а им даже, говорит, обидно стало-то, мы считали, что это недосягаемая высота, а народ-то говорит, не это главное, без образования можно руководить-то, ну, Давыда, какое образование было-то? Ну, здесь, видишь, если было, вот, восстановить эти все христианские структуры, провести такую евангелизацию, здесь, то, конечно, достойного божьего человека бы избрали, здесь и Грузия процветала, как вот при Давиде Строителе, при Царице Тамаде, ну, и других вот таких соляр. Да, если он будет настоящий христианин, его убьют к вечеру. Ну, да, ну, если на него, если Богу угодно будет. Ну, ладно, благослови, отче, до свидания. Да, Бог благословит. Спасибо, Христос. Нино, поклон передавай. Да. Отошел, выкрещай меня. да. Спасибо.